Депутаты Верховной Рады сегодня не приняли ни один закон, зато успели повздорить. Снова из-за языка. Не помогли даже митинги под окнами парламента. Против чего протестовали, чего требовали и услышали ли народные избранники народ, далее в сюжете. Пока депутаты собираются, возле парламента уже митинг, точнее несколько. Автомайдановцы требуют принять закон об антикоррупционной службе и ужесточить ответственность для чиновников, депутатов и прокуроров. Впервые в истории Украины криминализируется такое явление, как коррупция. Мы предлагаем внести криминальную ответственность за коррупционные действия. Две статьи. Створение организованной коррупционной группы и створение коррупционных схем. Это чучело – символ всех коррупционеров Украины. Слава Украине! Героям слава! А у этих людей на плакатах двуглавый руководитель администрации президента Пашинский и первый вице-премьер Ярема. Выступают против депутатов-совместителей. Тех, кто и должности получил, и мандат не сдал. Одночасная людина, даже физически не может быть присутствием на двух посадках, на двух работах одночасно. Поэтому людина должна выяснить, где от нее будет больше пользы. Они пребывают в другом месте, и мы снова видим такие явления, как новодательство, с которым мы боролись весь этот час. Говорили о так называемых двукресельниках и в сессионном зале. Я обратился к уряду, к глав администрации, с тем, чтобы они выяснились, где они хотят работать. Або в парламенте, когда им так важны депутатские мандаты, и они не могут с ним раздаться. Або нужно сдать мандаты и работать на своих посадках, где они призначены. Некоторые коллеги по цеху настроены гораздо решительнее. На следующий неделю я буду позвать, чтобы каждый совместник облегчил свой мандат или облегчил свою посадку. И они четко выяснились. Не можно сидеть на двух креслах. Не обошлось и без эксцесса языкового. Председатель комиссии, которая готовит проект закона о развитии языков Руслан Кашулинский, заявил, что комиссия собралась только раз, определилась с названием будущего закона и отправила свои предложения в Венецианскую комиссию АБСЕ и Совет Европы. После Турчинов заявил, что ущемлять, а уж тем более запрещать, ни один язык в Украине не будут. И тут слово взяла Ирина Фарион. Регионалы молчать не стали. Когда представитель свободы заявляет о том, что на русском языке в Украине разговаривают только хамы или же оккупанты, то она должна понимать ответственность, которую в любой цивилизованной стране несут такие заявления. Политика, который их сделал, лишили бы мандата, и он бы никогда не появлялся на политической арене. Кроме языка, сегодня депутатов, похоже, больше ничего не заинтересовало. Сегодняшнее пятничное заседание Верховной Раде оказалось, мягко говоря, не очень эффективным. Депутаты не проголосовали ни за один закон, не хватило голосов. Да и работали, честно говоря, не очень долго. Уже к обеду опустил и сессионный зал, и кулары. Алена Сентила, Валентина Левицкая, Геннадий Аникиенко, Владимир Самченко. Новости телеканал.